Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. Взялась такая модель социальной организации, как она развивалась, каковы ее перспективы, мне кажется, это невероятно важно, потому что мне кажется, что это одна из несущих конструкций, прежде всего, западного общества, которое, кстати, претендует быть образцом для всего остального человечества. Поэтому хорошо бы понимать, что нам здесь угрожает. Но я бы до того, как мы начнем с тобой говорить, объявил голосование. Оль, сформулируй, пожалуйста. 5-5-3-3-2-1, если вы считаете себя частью общества потребления и считаете, что это перспективная социальная модель. И Т-2, если вы таковой себя не считаете частью общества потребления и считаете, что это тупиковая модель. Сейчас запущу голосование на сайте. Можете прислать свои сообщения уже сейчас. И задавайте, пожалуйста, вопросы и свои суждения. Пишите нам на смс-портале. Мы, по возможности, самые интересные из них, конечно же, обсудим с Юрием Громенко. Юр, ну скажи, пожалуйста, откуда это взялось? Как было сформировано? Для чего? У меня есть своя версия. Я ее тоже потом коротко поделюсь. Может быть, мы здесь с тобой подискутируем даже. Ну, я просто хотел только сделать две небольшие оговорки. Значит, обсуждая общество потребления, дальше критикую его, потому что хомо консуменс, человек потребляющий, ну, на мой взгляд, это, в общем-то, рак духовного в человеке. И, в общем, это сильное такое утверждение, которое связано с социальными механизмами, которые я сейчас обсужу, но предложу для обсуждения. Но я бы хотел что говорить. Есть очень важное обстоятельство, два важных обстоятельства, которые важно иметь в виду при обсуждении критики общества потребления. Поскольку мы в России, как часть экономистов говорит, никак не можем перейти от нищеты к бедности, то тут есть очень сильные непосредственные вообще реакции на улучшение потребления. И второй момент – это то, что, как правило, в дискуссиях не различается уровень жизни и качество жизни. Вот это два очень таких предварительных аргумента, я потом к ним вернусь. Но, значит, общество потребления возникает в период, фактически, восстановления Западной Европы и бешеного развития Америки, фактически, после Второй мировой войны, где начинает формироваться, на мой взгляд, принципиально новый механизм вообще потребительским поведением человека, как социальный механизм. Этот механизм заключается в очень нескольких принципиально разных гранях. Значит, первый момент – что потребительское поведение начинает сводиться к выборам так называемым опциям или options, которыми можно специально управлять, их можно дизайнировать. Важнейшим моментом становится механизм рекламы и, фактически, пропаганды и внедрение в сознание самых разных потребностей, про которые даже человек не знает. Третий момент – культура изменяется на селебритизацию, то есть культурные ценности, чем всегда было сильное европейское человечество, уходят на задний план, и на передний план, как образцы подражания поведения, выходят так называемые звезды, которые характеризуются различными скандалами, в том числе особыми потребительскими привычками. Специально вводится механизм быстрого устарения вещей, когда ты должен через три года обязательно сменить автомобиль, раз в год ты должен менять костюм. Даже ввели же границу этого, потому что, в принципе, современное производство позволяет делать практически вечные автомобили. Да, в том-то и дело. На полжизни. Да, да, да. Но они специально закладывают такие механизмы саморазрушения, чтобы больше десяти лет, в принципе, машина не могла функционировать. Да, и этот момент потребления начинает связываться с социальным статусом. То есть, если ты раз в три года автомобиль не меняешь, то значит, с тобой что-то уже не то. Ты лузер. Ну, дальше работает вот эта вилка, да, виннер и лузер, да, победители и проигравцы. Сразу обвиняешься, становишься лузером, стигматизируешься, а вообще в западном обществе жить с тем, кто лузер, нехорошо, потому что тут какой-то есть даже момент суеверный. То есть, можешь этим лузерством заразиться. Поэтому это в том числе и членство в определенных клубах потребительских. Но дальше момент какой? Это особый механизм моды, который формируется. Где задача этой моды, а сейчас последнее достижение моды, где взрослый человек начинает все больше имитировать подростка. Подростка и самые эффективные крючки моды, они связаны именно с подростковым поведением. А это заключается в том, что внушается как бы вещь, что ты вечно должен быть молодым. Отсюда невероятное развитие хирургических, пластических операций и всяких технологий омоложения. То есть, идея вообще следования естественным границам возраста, она тоже как бы усомневается. И возникает, в общем-то, такой механизм как бы бесконечной гонки. Но за этим еще стоит одна очень интересная вещь. Что, собственно, действительно качественных вещей, скажем, такого ремесленного типа, да, там, стола или дома, на который человек, там, скажем, накапливает всю жизнь, профессионально работает. И потом это получает, и потом он это передает в наследство своим детям. Этого не происходит, потому что, если начать рассматривать качество этих вещей основное, ну, скажем, вот Америка середины 80-х и даже середины 90-х, это китайский ширпотреб. И то есть, когда ты начинаешь вглядываться, что люди бешено хватают, осуществляя огромные траты своего времени на поход в шоппинг, где шоппинг, собственно, или шоппинг-молл становится культовым местом, да, где ты можешь фактически покупать различные товары, то, в принципе, за этим стоит некоторая вообще иссушающая, изничтожающая человека мотивация. Ну, и как вот тоже рассказывал Арнольд про свои контакты с интеллектуалами в Америке, и мои контакты о чем говорят, что вообще изучение образцов культуры, то есть чтение книг, вообще слушание классической музыки становится не очень важным. Почему? Потому что если у человека есть какие-то глубоко интеллектуальные запросы, то он меньше потребляет. Поэтому это пространство, вообще следование высоким эталонам образцам тоже начинает фактически как бы убираться, и оно начинает замещаться специально организованными, достаточно мощно и интенсивно работающими группами, которые внедряют необходимость покупать все новые и новые вещи. Как мне вот говорит один мой знакомый из рекламного агентства, говорит, ну, в принципе, старик, мы и тебя, так сказать, упакуем, и в результате специальной обработки заставим покупать то, что захотим. Вот, и с этой точки зрения действительно возникает такой момент, да, но что за этим еще стоит? Если мы начнем ранжировать общество потребления, то, например, американское общество потребления, это достаточно известно, это описано многими экономистами, оно строится на эксплуатации огромного вообще другого человечества, втягивая туда ресурсы, продукты. Поэтому, задавая американское общество как идеал потребления, сразу это создает некоторые условия, что, грубо говоря, земля обетованная, да, это вот Америка, туда надо. Но все же не могут так потреблять? А все потреблять не могут. Дальше возникает другой момент. В силу того, что создать механизм потребления невозможно, но более того, и общество потребления начинает разрушать определенного типа культурную идентичность. Возникает архаичная, буквально фашистская форма вообще реакции на общество потребления. То есть, вообще-то, можно сказать, что обобщенно, что механизм общества потребления, он, с одной стороны, складывает финансовый самоуверенный суперматизм такой Америки, где Америка как бы уже находится в надысторической форме. Она наблюдает, как другие нации туда колеблясь, ползут. И обратную реакцию это архаические фашистские формы, которые понимают, что, как говорил Брадель, попасть в стеклянный колпак миллиарда не удастся, только если вообще бросить семью и убежать туда самому. И поэтому в ответ на это возникает защитная реакция в крайних вообще предельно архаичных формах. Поскольку на самом деле начинает разрушаться сама идентичность человека, которая заложена в культуру. Потому что общество потребления сметает все культурные коды. Поскольку культурные коды важны только в виде поверхностной имитации. То есть, это вот вся идеология симулякров, то есть, фиктивных фактических форм, которые заставляют человека включаться все более интенсивно в этот процесс потребления-потребления. Да, и человек начинает основной следующий механизм, человек живет в кредит. То есть, человек не накапливает, то есть, механизм... Ну, мне кажется, это принципиальнейший момент. Потому что вот уже есть достаточно большая реакция на наше обсуждение. И такой расхожий стереотип представлен в нескольких сообщениях. Но это же больше экономическая модель, нацеленная на постоянный рост. Мне кажется, Юр, надо это обсудить, потому что я-то понимаю, что проект общества потребления возникал как альтернатива советскому социализму. И через это надо было доказать, что человек на Западе живет шикарнее, чем при советском социализме. А дальше пошла поэтапная такая разворачивание всего этого дела. Сначала было объявлено «потребляйте». Да, дословно. Это был лозунг. Потребляйте. Не надо накапливать. Надо все, что ты получаешь, проживать и жить сегодняшним днем. Потому что жизнь одна. Да, жизнь одна. Чем больше ты будешь потреблять, тем лучше в этом смысл жизни. И, в принципе, я так понимаю, 50-е, 60-е годы эта модель себя выработала. Потому что, в принципе, произошло падение сбережений и накоплений. Люди начали все проживать. Но ресурса этого толчка экономического уже не хватало. Отсюда кризис конца 60-х, начало 70-х годов, американский, сильнейший. Но дальше они следующий лозунг привели в действие. Это чудо эргономики. Берите в кредит. Потребляйте в кредит. Ладно, черт с вами. Нет у вас сбережений. Набирайте долги и за счет этого расширяйте потребление. И, в принципе, это длилось до начала 2000-х, до ближайшего кризиса. Когда по экспоненте стало расходиться создание физической экономики и, собственно, денежные суррогаты. Да. И вот сейчас мы в третьей фазе этого общества потребления, когда уже, в принципе, и занимать не у кого в мире. Они сейчас просто проводят все это из чистой эмиссии. Последний, я вот вчера прочитал, Европейский Центробанк два решения фундаментальных принял позавчера. Первое решение о том, что ставка будет ноль кредитная. А второе, что они это количественное смягчение, так называемое. Но до этого они печатали 60 миллиардов в месяц. А сейчас будут печатать 80 миллиардов в месяц. Кстати, когда мы смотрим на экономический рост европейский, то нужно точно понимать, что весь он находится в рамках... Эффективно напечатанных бумажных суррогатов. Да, напечатанных бумажных суррогатов. Ну, скажи, пожалуйста, а твоя оценка... Да, кстати, и социальные последствия интересные. Вот там все говорят с рождаемостью и так далее. Мне кажется, что вот общество потребления, это же серьезный ограничитель на рождаемости на детей. Потому что каждый ребенок уменьшает и ограничивает твое потребление. В принципе. Так зачем их иметь? Они же лишают меня смысла жизни. Уменьшают мой смысл жизни. Уменьшают мое потребление. Поэтому и детей не надо иметь. Ну, одного, в крайнем случае, и попозже. Да? Чтобы не мешало потреблять. Поэтому есть и такой регулятив. Но скажи, пожалуйста, у этого есть какая-то граница? Какова перспектива всего этого проекта? С моей точки зрения, границы уже видны, и они ясны. Эта граница заключается в том, в подключении к обществу потребления Китая и Японии. И есть уже расчеты, что если Китай и Индия, виноват, не Япония, Китай и Индия, что если Китай и Индия начнут потреблять как Запад, как Западная Европа, как Америка, то мы уже сейчас находимся в Китае на грани экологической катастрофы, то эта экологическая катастрофа будет просто неизбежна. Это один момент. Второй момент, про который ты сказал, и он действительно один из важнейших, это действительно вот эта самая хитрая игра с так называемым прогрессом и девелопментализмом. Потому что общество потребления строится на том, поскольку контроль за обществом потребления осуществляет, и фактически ты тоже уже про это стал говорить, в принципе, финансовый капитал. И ведь там дальше что происходит? Что предложение жить в долг, дальше что означает? Что в этот долг начинают записываться в том числе кредиты финансовых организаций, и кредиты производящих организаций. То есть вообще-то потребитель, он расплачивается в том числе за, так сказать, продажу денег, в том числе и производителям, и перекупщикам финансовых моментов. Поэтому вообще-то общество потребителя и общество потребления создается прежде всего финансовым капиталом. А это означает следующее. Финансовый капитал очень не любит реальные научно-технические революции, потому что это связано вообще с рисками потери власти. И с этой точки зрения есть такие данные. Вот у меня есть коллега в Германии, Джонатан Тененбаум, он в свое время был редактором журнала Fusion достаточно долго. Он указывает на то, что если мы посмотрим на период фактически с середины 70-х по сегодняшний момент, то никаких действительно радикальных научных открытий, которые связаны с трансформацией технологии и с выходом к совершенно новым решениям, которые, казалось бы, все намечены. Начиная от полета на Марс и создания новых принципов космических кораблей, касаясь проблем вообще оздоравливающей пищи, биофотоники, все это как бы осталось под спудом, это не переведено в технологии. Почему? Потому что выгоднее эксплуатировать и использовать те уже имеющиеся решения, создавая просто их вариативность. Но про это открыто, в общем-то, и писал, и говорил Тофлер, задавая вот этот Power Shift свой знаменитый, что действительно сегодня компьютерные системы позволяют фактически комбинировать различные элементы вещей потребления, как бы ты ничего нового не создаешь, а фактически модифицируешь фасон, узор, расцветку. Извини, прерву тебя, просто слушателям будет понятно. Истерия с айфонами, это просто она все это показывает, буквально, вот то, что ты описываешь. То есть каждый год выходит новая модификация айфона, как будто там что-то открыли и разработали. Все это было известно много лет назад. Проводится минимальный дизайн, добавляется капелька какая-то, и люди просто меняют. На эту капельку набрасываются, ее демонстрируют. Да, и просто меняют каждый год те, кто могут себе позволить. И те, кто не могут, залазят в кредит, берут этот новый айфон, потому что что это такое? Это демонстрация статуса, демонстрация успешности. Вот заложена идеология, что ты должен быть успешным, а символы твоего успеха, ну это в частности, например, айфон. Новая модифицированная вещь, да, вещичка, да. Вот, вот такова технология. Это, извини, я тебя прервал, но я просто пронюстрировал то, о чем ты говоришь. А теперь, конечно, вот самый важный вопрос. Это, собственно, демографическая проблема. И действительно, в какой-то мере для человеку, который реализует культ удовольствия, дети не нужны. Но единственное, есть некоторая проблема одинокой старости. Ну, отсюда, вот, собственно, на мой взгляд... Она пока еще не встала. Для этого должна рухнуть пенсионная система. Да, но пенсионная система уже, как мы знаем, с этим кризисом Саппрайм в Америке очень близка вообще к этому слову. И куча людей потеряли свои пенсии. Вот, но, на мой взгляд, в том числе этот бум с усуновлением в гомосексуальных семьях, где выражен этот культ удовольствия, поскольку один из типов потребления – это сексуальные услуги. И здесь, так сказать, человечество в своих извращенных характеристиках может уйти как угодно далеко и в педофилию, и в самые совершенно страшные вещи, и в торговые органы. Ну, где-то инцест обсуждают уже на полном серьезе на Западе. То есть, это действительно вот эта грань, где общество потребления, разрушая себя, сползает в архаику, и на самом деле осуществляет акт каннибализма, пожирая самого себя. Почему? Потому что, ну, действительно, для того, чтобы создавать семью, нужно другое качество жизни. То есть, нужен свой дом, нужна возможность заработать на дом, нужно пространство, нужны риски, на которые человек потребления не идет. Почему? Потому что потребительские модели, которые якобы человек выбирает сам, а мы это хорошо знаем, потому что мы, когда приходим в любую забегаловку американскую, мы попадаем в эту систему options, где нам говорят яичницу, а какую там, и разные options. Все эти options очень примитивны, они сделаны по алгоритмическому принципу, по комбинаторному, поскольку все закладывается-то с конца. Человек потребляющий вычисляется специально психологами, это создается для того, чтобы его правильно на эти крючки зацеплять и хватать. И поэтому, действительно, мы доходим до очень принципиальной и важнейшей грани, где общество потребления начинает само себя разрушать, и возникает вопрос о разделении, собственно, уровней жизни, которые измеряются потребительскими моделями, да, характеристиками, где это статус, это, так сказать, возможность себя демонстрировать при надлежности к определенным группам. И, собственно, вопрос качества жизни, потому что наш разговор про общество потребления возник, откуда мы обсуждали, собственно, цели развития страны. Не, но Макдональдс и качество жизни несовместимы. Вот, совершенно верно, потому что тут вот возникает весь важнейший этот ряд вопросов, а именно здоровье, образование, оздоравливающая пища, возможность развития на протяжении всей жизни человека, как серьезная целенаправленная задача. Где возникает масса парадоксов, потому что мы возьмем нищую Кубу, но там уровень жизни за счет кубинской медицины, которая во многом построена... Качество жизни. Да, собственно, качество жизни и длительность жизни, параметр длительной жизни, он совершенно недостижим, в том числе в Соединенных Штатах. Поскольку в Соединенных Штатах, мы это знаем, люди без конца принимают таблетки, они все находятся, так сказать, под своеобразным допингом, таким облегчающим их нервный стресс. То есть невероятно нервированная, находящаяся в нервном срыве страна. В состоянии постоянного стресса, да. Депрессия. Да, депрессия, депрессия и такой страх перед будущим. И действительно, тут очень важно понимать, что фактически при развале Советского Союза мы были подвергнут этой ковровой бомбардировкой общества потребления, где фактически мы открыли все защитные системы и механизмы, и нам это было предъявлено как победившая модель человека, который может быть совершенно другим образом организован, счастлив и жив. Хотя надо отметить, что... Существует... Существует... Сейчас у нас новости короткие, потом продолжим. Большой интерес слушателей к теме, так что мы продолжим обсуждение все время Громыка общества потребления. Существует 34 минуты в Москве. Мы продолжаем нашу программу. У нас в гостях директор института опережающих исследований Юрий Громыка. Я напомню, у нас запущено голосование на нашем смс-портале 5533-Вести. Т1, если вы считаете себя частью общества потребления, и вы думаете, что это перспективная социальная модель, если вы считаете, что это тупиковая соцмодель, и вы не считаете себя частью общества потребления, то Т2. И у меня будет еще один вопрос, любопытный от нашего слушателя, который касается советского прошлого. Как вы считаете, тогда был культ потребления импортных товаров? У нас же все с чего началось, что фактически контролировалась система распределения, то есть доступ к заграничным товарам был ограничен. Через березку, через чеки возникла особая группа, которая называлась фарцовщики, которые могли эти товары распространять. И фактически в этот момент возник определенный ажиотаж на те товары, которые не были в доступе. И этот момент, он действительно фактически культивировался, и стремление вообще добыть иностранный магнитофон или джинсы, он фактически стимулировал эти направления к переживанию того, что вот да, вот действительно, вот на Западе там действительно, действительный товар. И этот момент, он специально фактически внедрялся, и это происходило. И это тоже был определенный тип идеологической операции со стороны Запада. В общем-то, это известно. Но тут интересно, вот ты литературу вспомнил Стругацких, а я вспомнил еще одну часть нашей литературы. Это Элочка Людоедко из известных 12 стульев, да, которая соревновалась ровно в потреблении, да, потому что Сидичка ей дарил Остап, да. И все это было понятно нашим писателям тогда еще, и они так саркастически к этому относились. Но писатели это одно, а вот другое же, что интересно, что когда в 50-е, 60-е годы американцы создали общество потребления как конкурентную альтернативу нам, мы отреагировали, с моей точки зрения, неадекватно, да, потому что, помнишь, это включение в программу партии, тезиса о том, что целью нашего государства является все большее удовлетворение постоянно растущих потребностей советских людей, да. Вот когда мы это так бездумно, и как у нас, как философы любят говорить, нерефлексивно, да, включили это туда, то чего удивляться? Ну, конечно, да. Что создали сами ситуацию, но вы обещали удовлетворение, а где же джинсы? Я, кстати, не против джинсов, да, и, кстати, не было никакой проблемы обеспечить страну джинсами, да, так сказать, это точно не было проблемой. Но только если бы джинсы появились у всех, то возникла бы какая-нибудь другая ерунда, которой бы все равно, ну, не хватало. Вот тут это тоже надо понимать. Да, ну, и плюс, конечно, вопрос необходимости диверсификации общества, потому что все-таки советское общество, оно было недостаточно разнородным и диверсифицированным, потому что вопрос-то развития систем потребления, на мой взгляд, в правильном направлении, это в том числе возможность появления совершенно разных сообществ, разных групп, у которых есть свои взгляды на то, что им нужно и что необходимо. И с этой точки зрения еще один из важнейших ударов общества потребления после, так сказать, разрушения Советского Союза, это вот это переживание огромной разнородности через как раз систему потребления западного общества. Но, на мой взгляд, мы сейчас стоим как раз перед тем, что, в общем-то, неправильно осуществила Коммунистическая партия, как ты говоришь, потому что вопрос-то заключается в том, а можно ли действительно предложить и создать... Какова подлинная альтернатива? Да, в чем подлинная альтернатива? А в чем может состоять перспективный, конкурентно способный способ, образ жизни в России, да? То есть своеобразная мода на жизнь в Россию, мода на инвестирование в Россию? И, на мой взгляд, без фактически предложения ответа на этот вопрос, мы все равно будем оставаться как бы жертвами общества потребления, как некоторые действующие модели. И, с моей точки зрения, что становится понятно, что, в общем-то, и это затрагивают очень многие сферы, потому что это затрагивает и проблему профессиональной молодежи, для которой очень важно иметь, в общем-то, профессиональную востребованность именно в России, потому что у нас вот за последний год по статистике достаточно резко выросла опять эмиграция именно профессиональной молодежи за рубеж. И, на мой взгляд, этот вопрос, этого перспективного способа и образа жизни в России, он может быть связан прежде всего с идеей дома, да, и с идеей вообще профессиональной востребованности, где ты можешь заработать на этот дом, вокруг которого и должны создаваться в том числе системы накопления, что сейчас недостижимо. То есть, в принципе, возможность на этом огромном пространстве, да, не скапливаться в Москве, а фактически иметь свой дом, да, и иметь возможность заработать на него, да. Дальше, то, о чём говорят, кстати, очень многие западные интеллектуалы, это, собственно, возврат к здоровой пище из России, к здоровому зерну, к, так сказать, к яблочку с настоящим вкусом, к чистой воде. И с червяком, значит. Да, и даже с червячком, да, который там, где всё не убито пестицидом. И, с моей точки зрения, в этом сейчас огромная принципиальная потребность, то есть именно фактически проектирование образа, конкурентно способного образа и способа жизни, который может реализовываться. И, с моей точки зрения, именно здесь может возникнуть противопоставление, собственно, тому, что мы всё время ориентируемся на тот тип товаров, который создаётся на Западе и вбрасывается сюда, начинаем фактически эксплуатировать некоторые вообще собственные модели продвижения. И, с моей точки зрения, некоторые начинания в этой области, конечно, есть, но что понятно, что без вообще постановки и обсуждения этих проблем как общенациональных, тут вряд ли удастся продвинуться. Потому что либо каждый будет пытаться, кто сможет какой-то вырывать себе дом и как-то его выстраивать, исходя из своих, собственно, возможностей и условий. Но, если создавать нормальную модель, то это, в том числе, система накопления, а это означает, это перспективные типы занятости. Извини, прерву тебя здесь, да, система накопления. Вот ты говоришь, общенациональная постановка вопроса. Мне кажется, что надо смотреть шире. Ну, а в чём ты будешь накапливать? До тех пор, пока мы находимся в рамках мировой финансовой системы, но у нас есть те, кто могут, да, у нас есть квазинакопления, потому что они не национальные. Ну, конечно. Да, мы эти накопления осуществляем либо в валютах, да, и осуществляем вывоз капитала, даже закупая валюту здесь. И это, кстати, делают все. От любого простого человека, у которого есть лишняя копейка рублёвая, да, он, чтобы её сберечь, ну... Просто, да, закладывает. Просто закладывает в иностранную валюту. До тех, кто богатый, у которых не копейка там, а больше, они то же самое делают. Ну, они ещё, правда, там недвижимость за рубежом, например, покупают, да, тоже осуществляют таким образом накопление. Вплоть до нашего правительства, да, который все наши резервы и сбережения тоже держат в иностранной валюте. Ну, вот для того, чтобы решить накопление, вопрос накопления суверенного, национального, ну, нужно выйти из этой системы. Потому что ты, находясь в другой системе, ты на самом же деле ничего не накапливаешь. Ты инвестируешь туда этот капитал. Вот, ну... Нет, я абсолютно согласен, и мы эту же тему обсуждали. Поэтому для меня выход к системе суверенного рубля, к возможности вообще создания независимых систем накопления, вообще выход за рамки доллара, это предложение с позиции России планетарного проекта. То есть инфраструктурного, то есть развития инфраструктур, в котором могли бы участвовать в том числе и другие страны. Мы это тоже с тобой обсуждали, где в том числе, на мой взгляд, можно расколоть и финансовые элиты, где есть огромный вопрос и интерес, будет ли такой посыл со стороны России в области масштабных инфраструктурных проектов. Но есть в том числе вопрос, в чем, скажем, модель нового городского поселения, города нового типа, в чем, собственно, модель нового типа власти в этом городском поселении, в чем модель новых систем и форм производства, которые привязаны к поселению. Потому что ведь как все получается? Ну да, с одной стороны, хотелось бы дом, но с другой стороны, на него надо заработать. Заработать, если нельзя, то возникают всякие... Заработать именно, когда я имею в виду значительным большим массам людей. И дальше это все упирается в образование. Потому что, а для того, чтобы заработать, для того, чтобы быть востребованным, нужно образование. И возникает разрыв и несвязанность всех этих элементов. То есть, с одной стороны, ты абсолютно прав, что-то можно накапливать, если только создать систему суверенного рубля. Для того, чтобы создать систему суверенного рубля, нужен проект, на котором мы сможем зарабатывать глобально. То есть, это должна быть модель глобального решения и глобального, в том числе, предложения к другим странам. Но дальше за этим возникает вопрос. Неоиндустриализация прекрасна. Какова ее модель с этой точки зрения, как особого принципиального перспективного типа занятости. И второй момент. Как будет устроено место, в котором я буду жить. Потому что сегодня ведь что происходит? Сергей Семенович Собянин сопротивляется предложениям перенести столицу. Но вообще Москва уже напоминает опухоль. То есть, огромное количество брошенных, обезлюженных земель, которые в том числе и не понимают, например, китайцы. Но если земли брошены, то что ж тогда? А с другой стороны, все больше надувающаяся и раздувающаяся опухоль Москвы, который уже в каком-то смысле не город и не городское поселение. Но это даже уже такой запредельный мегаполис. Уже даже понятие мегаполис не очень ухватывает существность Москвы. Это на самом деле очень большая проблема. Да, новости сейчас. Потом продолжим. 9 часов и 48 минут в Москве. Продолжаем наш эфир. Вот только что посмотрела на график по голосованию. Но вот странно. Да, люди тут давятся за айфонами, ждут, когда выйдут. Когда происходят у нас курсы какие-то, да, скачки с курсом. Тут же бегут покупать по пять холодильников и телевизоров. Но при этом на нашем смс-портале единогласно говорят о том, что они не относят себя к обществу потребления. И считают это тупиковой моделью развития. Еще раз напомню, что у нас запущено такое голосование. 5-5-3-300-Т1, если вы считаете себя частью общества потребления. И вы считаете, что это перспективная социальная модель. И Т2, если вы себя к обществу потребления не относите. И, соответственно, считаете, что это вообще тупиковая модель развития. Вы можете еще повлиять на результаты голосования. Потому что пока выглядит у Кава. Да, но при этом вот справедливости ради, надо сказать, что, ну, есть люди, которые там с нами не согласны, Юр, да, и, например, вот, в частности, высказывают версию. Но это же и общество потребления есть двигатель развития, да, вот так люди понимают развитие. Вот, ну, и, в частности, там пишут, интернета не было, а он появился. Это благодаря обществу потребления, да. Вы хотите нас вернуть, типа, в каменный век, спрашивают люди. Вот. И мне кажется, что это принципиальный момент. Имеет ли общество потребления отношение к развитию? И является ли оно его двигателем? Как говорят некоторые слушатели. Ну, я начну с конца этой фразы, потому что, с моей точки зрения, конечно, вообще преодоление и проблематизация общества употребления, общества потребления, это не выход к упрощенчеству, инофизму, толстовству, дауншифтингу. С моей точки зрения, там, хиппикультура, или та попытка вообще противопоставиться молодому обществу, старому, во время известной французской революции, такой, ну, условной революции 68-го года. Да. Потому что это все, как на самом деле, попытки невозможности вырваться за границы общества потребления. Но, на мой взгляд, общество потребления и прогресс к развитию никакого отношения не имеют. Почему? Потому что достаточно напомнить, что интернет был вообще изобретен и использован в рамках вообще Пентагона и военного ведомства для решения как раз сверхзадач в борьбе с противостоянием Советским Союзом. Другой стороны, то есть, с этой точки зрения развития, оно связано фактически с вопросом качественного ровка. Но вот предложением развития, на мой взгляд, является идея Элона Маска сейчас создать поезд, который будет двигаться со скоростью 3000 км в час на магнитном подвесе, где в том числе возникает вопрос, очень близко, кстати, это уже к нуль транспортировки, опять в Стругацких, которые это намечали и говорили, где возникает некоторая принципиальная качественная граница вообще выхода за те возможности, которые имеются. Более того, почему развитие противостоит обществу потребления и почему общество потребления всеми силами ему сопротивляется? Потому что это создание продуктов и услуг, для которых нет пока рынка, поскольку никто не знает, будет ли это использоваться как-то. Ну, нафига поезд со скоростью 3000 км в час, да? Да, вот он, да, как бы зачем, зачем? И вообще, и как его окупить? Да, и как он будет окупаться, кто с этим будет как-то следовать? Но, с другой стороны, мне кажется, что такой поезд, например, для России будет очень важен для наших проблем, такая скорость. Более того, даже если у нас будет поезд со скоростью, скажем, 600 км в час, то уже создание треугольника между Владивостоком, Хабаровском и другими городами дальше к Иркутску создает вообще иную возможность, в том числе движение рабочей силы, когда человек может обслуживать два автоматизированных производства, перемещаясь небольшими группами из одной части в другую. То есть вообще, ведь с этой точки зрения нам надо понять, как, скажем, в течение какого-то времени, пока нас 130 миллионов, а нам надо обязательно расти, мы можем покрыть это все пространство и обслуживать. И здесь нужны будут другие формы, в том числе и переездов, миграции, форм жизни. Мне, например, кажется, что вполне возможно, что русские семьи могли бы жить на два дома. Я понимаю, что я говорю страшные вещи, что у людей, так сказать, вообще квартир нет, они там ютятся в хручевках, но вообще-то ничего нас не останавливает, если у людей будет два дома в разных концах России, и они могут в какое-то время существовать там и там. И нам нужны будут какие-то совершенно иного типа, принципиально другие, сейчас кажутся немыслимыми и абсурдными, вообще схема такой жизни. Хотя это все начинает возникать. Вот, например, у меня один знакомый во Владивостоке, он говорит как, что мы создали коттеджный поселок, где он элитный, тут ничего не скажешь, но у каждого члена этого поселка есть яхта и есть виза, где он может путешествовать, выезжать в Китай и Японию. С моей точки зрения, мне совершенно понятно, что если правильно осваивать Курилы, то нам, и делать так, чтобы это было притягательно для молодежи, нам нужны опять совершенно другие решения. Там обязательно в виде личного транспорта будет нужен самолет и вертолет, над которым работает Пирожков. Поскольку и с моей точки зрения это реальность, то есть вообще жизнь на таких островных системах, и где у человека есть дом, есть самолет и вертолет, с моей точки зрения это вполне достижимая, очень принципиально понимаемая реальность, которая не связана опять с обществом потребления, хотя в том числе и новые рынки, и новые потребности, это все тоже можно проектировать и понимать, как это будет связано. И с моей точки зрения здесь, конечно, один из важнейших вопросов, и это опять связано с тем, что ты очень правильно сказал, что не систему, так сказать, накопления, но более того, даже вообще понимание, как должен быть устроен этот новый способ жизни, его исключительно внутри российских реалий не задашь. То есть он, по крайней мере, должен захватывать в том числе и Центральную Азию, но есть вообще глобальный запрос на то, в чем будет заключаться новая антропологическая модель человека, которая выходит за рамки общества потребления, которая связана и с новым стилем жизни, и с новым производством. Ну, вот я простой пример, например, приведу. Вот мой друг, я считаю, это один из лучших китаистов сейчас в мире, Владимир Вячеславович Малявин, он, например, следующую вещь утверждает. Он говорит, что без телесного обновления на протяжении жизни многократного современный человек немыслим. Ну, он занимается, он глубоко занимается и освоил различные китайские гимнастики. Но он что говорит, что человек, который проходит через кризисы и стрессы постоянно, если он не создает специальную систему работы со своей телесностью, то он в какой-то мере обречен. С другой стороны, эти модели отработаны, они действительно действуют. Например, в том же самом Тайване, он профессор Тамаканского университета. И с моей точки зрения, целый ряд таких решений, то есть действительно оздоравливающая пища. Опять, мне кажется, слушатели могут почувствовать, что я говорю, какую-то чудовищную вещь. Тут мы сейчас скоро перейдем на фуражное зерно. Вопрос идет о том, чтобы качественная пища была. Но есть еще следующий сектор, который пока не сложился. Пища, которую ты ешь и оздоравливаешься. Но это все реальность, это все есть. Так называемое безглютеновое тесто, оно сейчас вовсю пользуется спросом в Западной Европе. А его производят из сорняка и делает наш российский институт из амаранта. И люди специально за ним ходят, потому что там есть келен, который восстанавливает ткани. То есть есть целый ряд решений. И один такой пример приведу. Меня в свое время поразил Александр Поп с его технопарком в Кайзерлаутерне, который занимается биофотоникой, то есть излучением ультраслабых импульсов у живых организмов. Я смотрю, у него на полочке стоит Несли, шоколад Несли. Я говорю, а что это у вас? Я показываю, что в Несли нет вообще живой субстанции. Но я, говорит, им это не публикую, а они за счет этого оплачивают мои работы по биофотонике. Симбиоз. Да, такой своеобразный научно-творческий симбиоз. С моей точки зрения, мы, кажется, подходим к этой границе, где вопрос о том, в чем действительно антропологический идеал, который бы выходил за общество потребления, но связан с очень конкретными принципиальными решениями в области фактически неоиндустриализации. Поэтому это сейчас обязательно затронет в том числе и массовые типы профессий, перспективных типов занятости и в области перспективных поселений. Поскольку действительно иметь свой дом – это условие того, что может возникнуть расширенное демографическое производство. И в условиях того, что у нас огромная территория, которую нам надо удерживать, и инфраструктурная, о чем мы говорили раньше, но в том числе и видит модели таких поселений. На мой взгляд, это совершенно очевидная первостепенная задача, где вопрос о том, какой может и должен быть способ такой жизни, очень важен и очень принципиален. Да, к сожалению, с одной стороны, считают, что мы с тобой, наверное, обсуждаем какие-то заоблачные вещи, не имеющие отношения к жизни. Хотя это самое, что ни на есть, прагматика следующего шага. И без ответа на такие вопросы, которые просто в следующем эшелоне находятся, менять сегодняшнюю жизнь очень трудно. Потому что для этого нужно понимать, что у тебя должен быть некий образ будущего. Тогда ты начнешь совершать шаги прямо сейчас. А если у тебя нет никакого образа желающего будущего, то ты вообще сдвинуть ногу не можешь. То есть есть же такая замечательная пословица, что корабль, который не знает, куда ему плыть, не имеет попутного ветра. Никогда. Отлично. Ни в каком случае. И поэтому, не имея этого общества будущего, образа будущего, трудно сделать вообще даже маленький шаг осмысленный какой-то. Ну вот еще люди реагируют на то, что мы затронули, что, конечно, вот это вот деление и психология успеха и успешности является важнейшим источником стресса и дестабилизации для человека. Ну, буквально некоторые спрашивают, ну вот в этой логике общества потребления, винеров и лузеров, там, я лузер, как жить дальше? Вот. Дорогие друзья, хочу вам сказать, поймите, что это специальная конструкция. Вот это очень важно. Что это к личности вашей не имеет никакого отношения, да? Вот. Это специальная конструкция, которая используется как технология социального управления. Просто знайте об этом. И мы, наверное, об антропологическом факторе, да, то есть влияние на человека, всего этого, поговорим с Юрием Вячеславовичем Громыковым в следующий раз, когда он к нам придет. Очень важно. Спасибо, Юра, большое. Будем продолжать беседовать дальше. Спасибо.